Я пришел, чтобы бросить ас. Я пришел, чтобы танцовать и делать стратегию. Я пришел, чтобы бороться. Дэвид Ли Эбботт по прозвищу Танк. Звезда ММА конца 90-х. Первых UFC, где можно было все, а за вечер можно было провести три боя по 20 минут. Интересным фактом является то, что Дэвид в колледже занимался борьбой и достиг хороших результатов. А с боксом познакомился довольно поверхностно, только для того, чтобы драться на улице. Он провел более 200 уличных поединков, при этом используя технику мельницы. И у него это отлично получалось, благодаря богатырской силушке от матушки природы и 120 килограммам живого сала. Такой талант не могли обойти организаторы UFC и предложили уличному маньяку легально избивать людей, а не делать это по вечерам в барах. 14 июля 1995 года Танк принял участие в UFC 6. А я вам напомню, что этот турнир проходил по олимпийской системе на вылет между восьми бойцами, а победитель определялся в этот же вечер. Первым соперником Эбботта стал Джон Матуах, гигант с весом в 180 кило. На турнире по уничтожению бургера ли пиво он бы точно у Танга выиграл. Но сегодня победителя будут определять кулаки, а не бездонное пузо. С первых секунд Дэвид включил режим уличного танчика и просто забил здоровяка тяжеленными ударами за 18 секунд. После чего над ним посмеялся и с первого же боя обрел славу беспредельщика, которому неведомо уважение к сопернику. Вторым соперником Эбботта стал Пол Варреланс, гораздо более серьезный боец, как по габаритам, так и по мастерству. Но танк на то и броненосец, чтобы никого не бояться. Снова с первых секунд Эбботт помчал в атаку, но в этот раз использовал свои навыки борьбы и перевел Пола в партер, где успешно забил его своими колотушками, на все про все потратив 2 минуты. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Финал. Третий поединок за вечер. Соперник совершенно другого уровня, который пришел не с улицы, а уже являлся опытным бойцом с множеством побед и поясов Олег Токтаров. Кроме того, Олег был очень мотивирован на этот бой, ведь в прошлом турнире его победил Северн, поэтому сегодня он решил забрать пояс во что бы то ни стало. Итак, в клетке встретились опыт и навыки против уличной обезбашенности и дурной силы. С первых секунд Токтаров хотел перевести бой в партер, в более комфортную для себя плоскость, но Эбботт тоже обладал навыками борьбы, поэтому отлично уходил от нее. Но в стойке насыпал Олегу Тумакова души. На пятой минуте все получилось так, как хотел Олег, только наоборот. Танк оказался в партере сверху и выбрасывал очень опасные удары, но и Токтаров не уступал и мощно огрызался. К седьмой минуте боя оба бойца очень устали, поэтому поединок перешел из разряда техники в разряд характера и уличной бойни. Оба тигра шли в размен и поджимали друг друга у клетки, но удары не обладали силой, хотя в таком состоянии сильного удара для нокаута и не надо. На одиннадцатой минуте снова повторилась ситуация с партером, где несмотря на огромную усталость, Эбботт отлично себя проявил и хорошо пробивал, но и Токтаров хорошо защищался. На восемнадцатой минуте боя полностью истощенный танк просто стоял на четвереньках, а Олег нашел в себе силы сделать удушающий и закончить этот эпичный бой. Вот так ярко Дэвид Ли Эбботт заявил о себе на первом же своем турнире по ММА. Всего танк провел 25 поединков, 10 из которых выиграл и 15 проиграл. Но каждый его бой нравился зрителям, ведь победы и поражения он добывал в бескомпромиссной рубке. 22 боя из 25 закончились досрочно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Это одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопил, вырываю ключицы, это ключицы, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сильный, атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные, стайл. Продолжение следует...